Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала. С вами снова Демастер и опять я играю на этой карте, дорогие друзья. Не знаю, почему мне так фартит именно на эту карту, но как бы я не играл в эту игру, то есть в Бедвардс постоянно меня опытают на эту карту. И что-то чуваки, мои союзники не дают мне забрать немножечко бронзы, хотя вот, всё отлично, я чуть-чуть я получил, теперь уже можно строиться. Не знаю, почему никто из них ещё не начал строить к центру путь. Вот, наконец-то один из них начал строить. У него какая-то странная тактика по построению, но молодец, молодец парень, что строит, это уже хорошо. Так, а мы первым делом купим себе меч, наверное, заодно золото, заодно железо и сразу же себе брони, чтобы выжить на центре. А на центре выживать придётся, так всё-таки, ну, понимаете. В последнее время я уже сам не стою к центру, обычно за меня доделают союзники, потому что, ну, я им доверяю, зачем-то не начать строить верх из этого наши противники сейчас получат очень огромное прив... Ёб твою мать, он прямо под своим ломает блоки, идиот, что ли? Да, он конченый, сдохни. Капец, в нашей команде сразу же какие-то дегенераты выпадаются, это очень плохо, дорогие друзья, нужно бы строиться, строиться, строиться к центру возможно быстрее. Из-за того, что он не строился, мы потеряли очень много времени, сейчас, как вы видите, из-за этого можем просрать просто центр. Из-за того, что какой-то даун начал ломать под своим же блоки. Тим Гриф, дорогие друзья, он есть не только на Анигилейшене, но и на этом прекрасном режиме. Как видите, это вполне нормально, видимо, для германца сломать под своим союзником блоки. То есть, окей, окей, просто я все понял. Справа, слева, как видите, противники не строятся к центру, и кажется, мы самые первые попадем на него. Да, это действительно так, мы действительно самые первые на центре, это хорошо. Чувак, привет, сейчас я сделаю тебе блоков. Так, так, так вот, и вот так вот, отлично, молодец. Так, собираю пока ресурсы, а я сделаю здесь небольшую стеночку. Вот такую вот, чтобы нам было с тобой удобно. У нас у всех есть мечи, хорошо, хорошо, кажется, мои союзники меня все-таки не подвели. В этот раз они не совсем раки, и даже я удивлен, мы одни из самых первых на центре. Я даже не рвусь за золотом, потому что понимаю, что оно мне, в принципе, не сильно-то и нужно. Если мы сейчас будем держать эти команды по сторонам, то карта достаточно дисбалансная, потому что мы им просто не дадим прорываться, потом наши возьмут луки, ну и так далее. У нас здесь явное преимущество. Я золото не беру, потому что, в принципе, я понимаю, что мы их все равно солью с этим золотом. Красные вот хотят очень сильно на центр, синие вообще не хотят на центр, желтые слегка хотят на центр, но у нас есть оружие, у нас мечи, у нас есть золото, у нас, в принципе, есть все. Мне тоже, конечно, немножечко золота не помешало. О, чувак с луком пришел, все, отлично, отлично, мы теперь можем жить в мире и согласии. Ну, как в мире и согласии, мы теперь можем убивать, порабощать и овладевать. Ладно, мои чуваки сами разберутся, хотя на основных островах тоже есть золото, поэтому надо бы построить стеночки, чтобы нас не скидывали, то, как помните, в прошлых играх было часто, когда... Вот, это я упал или я помню, стрельнули, кстати? Наверное, я упал. Будем верить в лучшее. Так, я сейчас возьму блоков и построю для нас заборчики, вот, и я, поэтому мне не понравилось, что наши построились как-то через жопу, потому что строить забор будет очень удобно из-за этого. А забор-то нужен, чтобы нас из лука в будущем не скинули. А ведь могут, могут, могут. Таким вот образом сейчас все делаем. Золото, конечно, у меня нет, на этом часы под беготом, возможно, уже приплыло. Нет, золото не приплывало. Один ванголд спрашивает один чувак, но я ему не дам. По одной простой причине, что я все-таки союзником, хоть в этот раз и мне не нравится, но я все равно не люблю помогать союзникам на Б-2-рсе. Это не анекдичный, где можно выкинуть стаду, не знаю, железы, скачивать, конечно, бери. Вот, и по одной простой причине, что они здесь немного нагловаты. Например, один чувак под другим только что чуть не сломал, ну вы сами видели, блок из какой-то личностной неприязни. И это было не круто, дорогие друзья, это было вообще позорно. Этот чувак вообще стоит и фокажет, поэтому я и не помогаю им. Он, наверное, даже не понимает, зачем я делаю такие заборчики. Он не знает, что означает стрельба из лука в соседних островах. Но, к счастью, и мы-то сами, дорогие друзья, знаем, мы-то сами понимаем, что это важно, это нужно. Вот, и без этого вообще никак. Так, железо еще принято, нормально, ну хорошо. Зеленый так махал киркой, что я испугался, мне показалось на секунду, что это наш противник. Но все обошлось, все оказалось более-менее положительным. Просто проблема в том, что сейчас тех чуваков, которые с той стороны, у них могут появиться луки, и тогда они начнут у нас стрелять. А если я сделаю заборы, то, в принципе, все будет более-менее хорошо. Потому что ходим на центры наши, мы лутаем золото, то не забывайте то, что на этой карте, именно на этой карте, но и на многих таких же похожих, не классических, золото спавнится еще и на центре. То есть вот здесь вот его можно, то есть не на центре, а на базе. То есть его можно получить свободно. А если тусоваться и на базе. Так, ну что ж, мы забираем еще немного булыжничка. Чувак дал мне ресурсов, спасибо, у меня есть. У меня есть, спасибо. Я признательник, я задаю заботу, добролюбие, там все такое, но понимаешь, у меня это уже просто есть. Лол. Зачем он это сделал, не могу понять. Ну ладно. Наверное, чтобы стоять, ведь мне вода не сливала. О, я там зашли на центр наши противники, наши оппоненты, и кажется, они берут его, берут центр. А нет, эээ, или да, не знаю. Да, желтый, кажется, золотал золото. Ёб твою мать, вот именно про это я и говорил. Нет, все золото, все мечи, вот и не достроил. И никто мне не помогал, ребят, заметьте, никто не помогал, и поэтому мы, я сейчас просрал все свои ресурсы. Ну ёшкин ты кот, как знал, как в воду глядел, что какой-нибудь ублюдок купит лук, это начнется, это все дерьмо. Так, ладно, все, и железо, сколько там у меня было ресурсов-то, а? Я же видел, что он, я думал пробежать, я думал, что успею, пробегу, без заборчиков, вот, пробежал, дорогие друзья, вот это дерьмо со мной случилось. Эх, как в воду глядел, просто как в воду глядел. И никто не прикрыл там, в центре чувак не прикрыл с луком. Ну ладно, я построюсь, я все-таки дострою свою миссию, это делаю до конца, я, потому что человек, который понимает важность, и они там уже с луком стреляют. Важность этого дела. Только что, как видели, нас слили из-за того, что никто не подсуетился, никто ничего не сделал. Всем было просто насрать, все лутали золото. Ну, в общем, поэтому я не люблю много играть с рандомами, я лучше поиграл бы с подписчиками в тем спике, но с утра что-то мало подписчиков в тем спике было, и я просто у него засужился и не взял никого, что ли, с собой. Вот так вот это можно назвать. Там, кстати, желтые, я смотрю, к нам уже здесь простроились, красные не сильно хотят строиться, синие тоже отстреливают из звука. Вот этот парень только сейчас начал это строить, после того, как меня слили из кучи золота, железа и так далее. Это немного обидно, что ли. Тут все залутал пацанчик наш. Да, надо было все-таки, вот знаете, у меня была мысля в голове, я реально думал, надо сделать сундук, надо сделать сундук, надо сделать сундук. Я его не сделал в итоге, я его реально не сделал. Это был мой самый большой фейл за последнее время. Я бы скинул туда хотя бы все железо, просто я боялся, что эти чуваки накрысят там, ну, знаете, как это обычно бывает на таких серверах, на этом сервере, вернее, крысят, все такое. Это норма для данного сервера. Здесь вообще не ценится командная работа никем. Я еще не видел ни одного человека, который бы мне сказал бы там, спасибо за командную работу. Хотя я и сам, в принципе, не говорил, требует от других, это немного неправильно, наверное. Вот, но все равно, все равно. Я бы одну железу, чувак, есть железо, а? Одну, одну маленький железный слиток, понимаешь? Маленький-маленький железный слиток. Вот он, все, отлично. Больше мне не нужно, в принципе. Это зеленый. Мы зеленый, значит, все правильно. Он сделал себе лук, а я сделаю себе дерьмовый меч. Ну, что поделать, у всех свои предпочтения. Ну, что ж, я еще сделаю себе еды и возьму самую крутую кирку. Почему самую крутую кирку? Есть вероятность, что я смогу пробиться до базы, предположим, красных направо или прямо до базы желтых и сломать их... Сломать их кровать. В принципе, это реально, реально. И, кстати, мы единственная команда, кто не закрыл свою кровать. Это плохо. Они там строят путь, я отглубил путь к нам. В принципе, и правильно сделал. Пока не хрен тут тусоваться. Давайте-ка мы еще сделаем вот такие вот штучки, оборонительные стеночки. Я думаю, они нам пригодятся, если бы на себя нам было стрелять. Мы, блин, не готовы. Он его убил. Он просто замесил парни уже самый крутой железный меч, естественно. И ему, в принципе, хорошо. Так, те чуваки застроили. Те чуваки свою кровать вообще не застраивали. Они там сидят с луками и понятно, в принципе, почему. Не хотят просто идти. Но это логично. Стрелы тоже по нам стреляют красные. По нам стреляют желтые. По нам стреляют, по сути, все. Ну, это не страшно. Это вполне нормально, чтобы нам все стреляют. Они хотят нас убить. И, в принципе, мы хотим убить их. Это норма. Но вся остальность в том, что мы заняли цену. Единственная проблема сейчас, которую я вижу, это то, что никто не удосужился застроить нашу кровать. Отлично. Давай, что? Скидывай, скидывай. Убиваем его мессим, мессим этого блюдка, мессим его. Отлично, убили. Хорошо. Давидос. Давидос это почти как досвидос. Только Давидос. Давидос вот сделал хороший ход. Мы убили парнишку этого. И мы, в принципе, остались. Но я лично остался доволен тем, что мы сделали. Наш зеленый строится к нему. Я не знаю, зачем он это делает. Видимо, он все-таки решил аннигилировать его, закончить с ним, покончить. Но вот знаете, что сделаю я, раз мы, чуваки, такие агрессивные. О, Сэнкс. О, спасибо тебе, парень. Спасибо. Вот видите, я ему говорю спасибо. Я пойду застрою нашу кровать, потому что что-то вот мне подсказывает, что незастраивание кровати не есть хорошо, потому что... Ну, кто знает, что может произойти в этом жестокое... В таком мире. И застроить кровать, наверное, одно из лучших решений. Так, и застраивать я буду, наверное... Ну, понятное дело, что эндерняком. Потому что какой-ниакой эндерняк все-таки это сила. Такая-ниакая, кстати. Ну, можно было бы и с сундуками, конечно, застроить. Знаете, в последнее время я разочаровываюсь в этих сундуках. Они все-таки не так хорошо держат, как эндерняк. Эндерняка можно купить много, дешево и надежно. Так, эндерняк, эндерняк. О, железными блоками, понятно, застраивают. Даже так. Парень решил сделать просто ход конем, застроить железными блоками. А что они здесь стоят? Три железа, один железный блок. Слышит, парень, так я тебе помогу, железный блок возьму, и тоже помогу застроить. Слышит, такое-то вообще тема, железными блоками застраивают. Лоп. Педал, пацан, я помогаю тебе. О, так смотри, как там можно ломать кровать. Просто вот так вот забегаешь, и через эту дырочку ломаешь кровать, да? Офигеть. Слышишь, про эту фишку, наверное, немало. Немного кто знает, поэтому я сделаю, наверное, вот так вот. Я, к сожалению, сломаю эту сигну. Табличку. Чувак там залутал ресурсы и убежал обратно отстреливаться из лука. В принципе, это логично. С его стороны, я куплю меч, потому что, знаете, ну, мечам я больше доверяю, чем лукам. Меч это практичное оружие, лук это более рандомное оружие такое. Соответствующее стандартам качества. Кровать наша до сих пор не защищена, и поэтому я, наверное, сверху все-таки положу эндерняк. Как по бокам, конечно, железо мы поставили, это мы молодцы, но не хватает защиты нашей кровати. Не хватает кроватки защиты, не хватает. Конечно, было бы довести все дело до ума, и построить вообще все железными блоками. Но для того, чтобы нужен реально какой-нибудь чувак, который будет на базе, кстати, все это делать. У нас такого, к сожалению, нет, парня. Молодца, золотого удальца. Но что поделать, дорогие друзья, они всегда же попадаются, такие золотые ребята, как тот парень, который все это замутил. Так, ну что ж, мы берем с вами эндерняк, 9 штук. Ну, это, в принципе, неплохая сумма эндерняка. И застраиваем полностью кровать уже вот так вот, плотненько, чтобы не было видно, что вообще железо присутствует здесь. Все, отлично, вот так вот еще сверху так, пук. Гробница тут анхамона просто. Эндерняком застраивать никакого песка. Парень, что это, как женщина. Так, это сюда, это сюда. Мы сможем, кстати, купить себе лук. И нормальный нагрудник, я думаю, все куплю. Нагрудник. Или пока не тратить золото, оставить его в сундуке. Интересный вариант. Но мне кажется, его сопрут, мои дорогие и уважаемые союзники. Поэтому я оставлю им лучше нагрудник и меч. Вместо трех пусков золота. Чего, равноценный обмен, дорогие друзья. Да, равноценный. Смешная шутка, конечно. Так, ладно, я возьму себе, наверное, здесь силы все-таки. Потому что если у меня представится хороший момент, рашануть, то я рашану так рашану. Золото я, пожалуй, оставлю. В итоге некрасиво, с моей стороны, получается. Вот так вот его украсть. И, кстати, в принципе, я даже его не ворую. Я сейчас им отдам три золота. Сколько, в принципе, сколько я и взял. Нужно железо заберу обратно и куплю себе еще, пожалуй, хилочку самую дорогую. Потому что хилочка может спасти мне жизнь. Жизнь дело такое. Полезное. Жить хорошо. Вот, ну что ж, мы отправляемся. Тут мне пытаются стрелять. Там справа вот стреляют красные, видать. У них там прям какой-то бадхёрт. А из-за нас они, видимо, нас вообще не любят. Я, кстати, забыл купить все блоки. Без блоков, естественно, никуда рашить нельзя. Поэтому я возвращаюсь за блоками. Вот здесь прыгать еще можно. Если вам попадут, вряд ли вас выкинут. Даже с отталкивания вот тут уже могут скинуть. На самом деле, так, что вы умрете. Вот. Так, золото я беру, естественно. Сундук тоже скидывал все ресурсы. Пацан забрал золото. Все, видите, вот поэтому-то я и не хотел его оставлять. Потому что парень пришел, забрал золото. А знаете, почему он его забрал? Потому что он засланец, короче. Потому что. Так, вот так вот. Оп-оп, засланец. О, золото, кстати, получил на халяву. Источник сам выдал мне его. Так, так. Нужно не только строить ширину, но еще и высоту. Потому что они могут и с другой стороны подкопать. Там подойти к нему. Эндерняк, он, конечно, защищает. Но не так, как железо. Железо все-таки, наверное, железный блок защищает в разы лучше, я считаю. Но железный блок, я говорю, должен быть просто специализированный человек на базе, который будет этим всем заниматься. Там, ставить железные блоки, там, что-то мутить и так далее. Да, это хороший вариант. Ну, а так, без этого, я думаю, нет смысла. Просто нет смысла. Вот. Игра затягивается, естественно. Синих трое. А можно... Наши пытаются так у него рушнуть те, кто спереди. Какая-то странная база получается вообще. К синим, конечно, не пройти. К чувакам тоже. Мы тут не пробьемся, как понимаю, да? Да, да, они там с луками стоят. Но есть свои плюсы, то, что мы оккупировали центр. У нас есть больше золота, чем у них. Синие постепенно простраиваются к желтым. Это... Ну, понятно, почему. Логично им строиться туда. Они начинают строиться выше, и мы, естественно, тоже начинаем строиться выше. Ну, лично я начинаю строиться выше. Хорошо, меня так задамажили. Одного скинули. Отлично. У них минус один. У нас тоже только что одного, кажется, сбоку добили. А, нет, у них тот чувак, кстати, выжил. Потому что сбоку стоят. Вот, ну в чем дело-то было. Тут еще сбоку стоят. Ладно, хилочку выберут, пожалуй. А то я тут уже на пределе. А умирать-то я еще, если честно, не хочу. Не собираюсь и не желаю. Они просто нас так оккупируют, что нам приходится строить какие-то бункеры против них. По-другому, в принципе, это никак не называть. Это реально бункер. И будем мы здесь жить просто, пожелать. И никого сюда из врагов не пускать. Ха-ха-ха-ха. Реально. Просто я не знаю, вот что рассчитывают враги, они к нам не строятся. Понятное дело, что мы не строимся. Мы сейчас наберем золото, купим эндерпёрну, закупимся другого говна. И будем просто бессмертными для них. А они-то что ждут? Они реально дожидаются, пока мы закупим все это дерьмо и нападем на них, что ли? Это бессмыслица какая-то. Я бы на их месте начинал бы что-то предпринимать. Мне пофиг, кто из наших сделает первое все это дело. Но пока что мы держим центр, прям как зеницу ока охраняем, что ли. Ну, конечно, разбить какую-то команду было бы вполне неплохо, я считаю. Вот, ну, то есть, дополнительно уничтожить противников, это всегда приятно, всегда хорошо. И это пощается. Вот, конечно, сделали тоже такой бункер. Я вообще не фанат строения таких вот бункеров, но сейчас почему-то мне это нравится. Это будет длинная серия Бэдварса. Возможно, даже она выйдет как в две серии, не знаю еще. Но эти ребята, они реально, видимо, какие-то глупенькие и не понимают, что это закончится в итоге поражением для них. Это никак не может закончиться для них победой. Я сейчас наберу золото, даже я уже начинаю набирать, в принципе, неплохое количество золота. И скоро это даст свои плоды, потому что я-то, в отличие от моих союзников, не буду покупать какие-то навороченные луки. Я просто куплю зелье силы, зелье скорости, эндерперл, портнусь туда и уничтожу какую-нибудь расу. Это будет все последовательно. И у меня уже шесть... Шесть... Золото. Я буду брать золото наших союзников, они же забрали это золото, почему бы мне не забрать. Так, у меня есть зелье скорости обязательно, оно мне понадобится, и хилочку сейчас. Да, это все будет нужно. Главное, это все не всрать, а то, знаете, я из тех людей, которые умеют всирать нужные вещи. Так, и закупиться, закупиться блоками. Блин, что-то реально какая-то долгая игра, но она не то чтобы напряженная, просто она немного странноватая. Я не понимаю мышления противников, они даже никакие-то туннели не пытаются строить, что-то предпринимать. Они вот синие пытаются слить желтых, они там играют 3 на 3, я не знаю, какова их цель. Но реально, если я сейчас покупаю эндерперл и вот туда вот портуюсь к нему, или даже выше туда, прям к ним на базу, то все, это гагаиз. Или красным тоже туда вот. Не, простроиться-то, конечно, нужно будет, и скорее всего лук мне тоже надо будет купить. В любом случае, это такие важные вещи все равно. Внизу все-таки надо вот это уже все убрать, это лишние блоки, они нам здесь не нужны, вот это тоже. Сделаю здесь более-менее такое пространство пригодное. Да, отлично, уже лучше. Вон, все равно есть два подъема, чувак здесь еще построил башенку такую опасную. Так, там стреляют, ребятки, стреляют, ну молодцы. Так, вот у нас подъема дырка какая-то, дырку я не приемлю в своей конструкции. Синий просто перебегает к желтым, ну и пусть. Это как бы намек, синие не намекают, что мы живемся желтыми, а вы, короче, господа, убивайте красных. Я, в принципе, не против такого расклада. Вот сейчас синий остался один, был бы у меня эндерперл, я бы с ними уже покончил. Вот, видите, синие уничтожили желтых. И они молодцы, у них сейчас будет два источника золота. Для синих это вообще ништяк. Че, зачем ты так встал? Те же здесь сольют. Последний желтый остался, конечно, слить лаком и кусочек всегда приятно самому. И парень, естественно, невзирая ни на что, просто начинает сливать какого-то рандома. Эти чуваки все равно спаунятся с синей стороны, поэтому нам на них насрать. Желтых они, конечно, прийти могут, но они просто умрут. Потому что мы, к счастью, до нас затарили намного лучше, чем они. А тот желтый, смотрите, может дать им еще людей. Или нет, не может. Синий, кажется, пытается убежать с желтой базы. И я бы не сказал, что это самый лучший вариант. Потому что по тому пути, который они построили, их можно и уничтожить, на самом деле. Это довольно-таки тоже неплохой вариант будет так сделать. Кто-то там что-то взрывает. Будет быть, какой-то пушки стреляет просто. Взрывной. Так, золото, золота нет. И я, наверное, сейчас справлюсь с желтым. Тот чувак, скорее всего, уже ушел с их базы. Да, смотрите, там просто свободно. Сейчас мы туда побежим. И там есть много золота. И там, в любом случае, будет много ресурсов, которые я хочу забрать себе. А так как синие не захотели забирать их себе, то я возьму их. Потому что я понимаю, что это по Бедвардс. И я знаю, что здесь будет куча ресурсов. Пожалуйста. И здесь еще ресурсы. Смотрите, вот они, вот мои ресурсики. И уже можно купить одно из моих любимых вещей. Я все-таки хотел разобраться, как работают все эти спешалы. Но пока что мои руки до этого до сих пор не дошли. Я занял позицию здесь. Теперь я буду доить это место. Конечно, еще один зеленый сюда бежит. Подоить хочется ему тоже получить свои дополнительные ресурсики. За что мы его, конечно, винить не будем. Мы тоже здесь выстроим вот такой вот мостик. Он нам здесь пригодится. Это ломать, скорее всего, не буду. Лучше сделаю вот такую вот стеночку. Чтобы она оберегала меня от выстрелов вражеских. Инородных. Вы знаете, инородные тела. Вот был бы у меня оптифайн, я бы лучше бы все рассмотрел. Без оптифайна, блин, так немного паршиво все это дело. Да, без оптифайна все, конечно, паршивенько. Надо поставить. Вот я, знаете, сколько вот снимаю Бэдвардс постоянно в каждой серии. Говорю, нужно оптифайн поставить. Нужно разобраться в этих спешалах. И все забываю, ребят. Реально, склероз мне надо лечиться, наверное. Так, ну ладно. Тогда, знаете, пошутил на себя, посмеялся. Нормально. Так, он скинул кого-то чувака, который пытался к нам прийти. В принципе, я бы тоже... У них ливнул, у синих один. И... Стоило бы, конечно, убить синих сейчас. Я бы мог потратить эндерпёрла и убить синих. Но! Действительно ли это важно сейчас? Может, лучше слить красных? Красные более серьезно настроены, чем... синие. Поэтому... Слить красных, мне кажется, будет намного выгоднее. Так, у красных назревает постепенно какой-то план. Что-то они там мутят. Смотрите, они просто не выходят. И занимаются какой-то... Ну, грубо говоря, хернёй. То есть, реально, они ничего не делают. И ждут чего-то. То есть, когда мы сами на них нападём. Они вот реально, они дожидаются... Дожидаюсь вот именно этого момента, когда я куплю эндерпёрл, и начну строиться вот сюда. Видимо. И смотрите, смотрите, застреливают меня так потно. Пытаются что-то сделать. Они не понимают, что это всё... По меньшей мере, бессмысленно, что ли. Так. А я же могу сделать ещё хитрее. Я могу построиться ещё выше, начать строиться ещё. И с более высокого места. То есть, как бы, это, в принципе, тоже... Неплохой вариант развития событий. Вот так вот. Оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп. Чуваки, здравствуйте, здравствуйте, да. А мы тут выше решили строиться. Да-да-да-да-да-да. Ещё выше, чем вы, конечно. Конечно. Чувак, вы тоже, видите, тоже строит башню. Сразу же строится выше. Ца, как вот прямо. Лол, его свой скинул, что ли? Я чуть не понял, как это произошло. Но я его то ли свой скинул, то ли кто-то из лука стрельнул. Так я и не понял. Если честно. Но это было немного забавно, что ли. Опасно постепенно здесь начинают строиться. Поэтому я сделаю вот такие вот ступени. Лея, я бы даже сказал, перила. Для того, чтобы не сорваться. Так, ну тут уже сделаю как-нибудь вот так вот. Тут он всё-таки должен таить. Жёлтых, синие туда вроде не идут. Тут, зелёный, там один из наших был. Не знаю, что сейчас с ним, но тут облака мешают. Вот действительно облака меня сейчас очень сильно напрягают. Инвесту они очень, очень сильно напрягают. Чувак, зачем сюда идёшь? А, ну а что строится? Хорошо, давай, да, стройся, 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 парень, стройся. Давай, я буду в бока строить. Ты строй прямо, прямо, прямо. Давай, давай, давай. Красных уничтожен был вообще молодцами. Парень, давай, давай, делай, сиделайся. Я построю бока. Мне кажется, он с какими-то читами играет. Либо он просто проигрок в этот режим уже. Ну что, он строится намного быстрее, чем я, и мне это действительно нравится. Я вижу от него активность, и вижу, что это хороший игрок. У меня есть эндерпёрл, он об этом, конечно же, не дает. И знаешь, зря мы начали строиться в облаке, приятели. Облаке строится не самый лучший вариант, по мне. Они ломают нам блоки, смотри, засранцы какие. Начали ломать нам блоки. Ты чё, охренел, парень? Ломаешь мне блоки? Ты же сломай тебе лицо. Смотрите, красные не видят, пока мы их отвлекаем, они... Они идиоты, они реально не видят, что к ним строится один из наших. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Пока, парень. Пока, парень, пока, парень. Нашу кровать тем временем снесли. Синие? Да ладно, синие снесли нашу кровать, лол. Как такое вообще возможно? Они реально это сделали, они снесли нашу кровать, дорогие друзья. Вот это поворот событий, просто жесть. Просто реально жесть. Синие здесь превзошли, конечно, сами себя. Никто из наших не остался на дефе. И тем временем синие простроились и снесли нашу кровать. Это был хороший ход с их стороны, за что им, конечно же, респект и уважуха. Ну, синим. Пока. И второй синий там. У меня сейчас задача быстренько пробежать и сломать их кровать, потому что у меня есть, в принципе, все возможности для этого. Привет, парень. Ты, к сожалению, ничего не успеваешь, потому что я потерял силы. Здравствуй, здравствуй, мой дорогой друг. Но это уже конец для тебя и твоей команды. Да, забиваешь меня рукой, но это не поможет, к сожалению, для тебя. Мне нужно хилочку выпить. Он заюзал какую-то штучку. Не знаю, что это было за штучка, но она ничего ему не дала. Почти сломал кровать. Пришел второй и убил меня. Нееет. Ну, где все мои союзники? Где два моих союзника? Почти сломал их кровать, мать твою. Ну, что ж такое-то, а? Вот где были два моих чертовых союзника, пока я держал синих? Там, ну, немножечко еще было, и мы бы затащили. Ну, что ж такое-то? Ну, давайте, ребята, ну, под конец. Ну, где зелье силы? Сейчас скинут от тебя. Зачем ты сбоку подошел? Нет, нет. Ну, все, это конец, дорогие друзья. Это просто джи-джи. Я почти сломал их кровать. Ну, что ж такое-то? Какое разочарование. Такая игра. Мы могли так легко затащить. В итоге никто не дефал. Зачем ты пересадишься из лука? Иди быстрее, ломай. Чувак, он же без зелья силы. Он снизу. Давай, давай, ломай кровать. Ломай кровать, чувак. Да их забивать до бесконечной, если будешь. Давай, давай. Ну же, нужно сломать. Нееет. Вот зачем лезть туда? Вот же здесь маленькое отверстие. Отсюда можно легко сломать кровать. Эх, это было, конечно, немного обидное поражение. Я бы даже сказал бы БГ, потому что мы почти затащили. Почти. Вот эти два зеленых. Пока я этого чувака убивал, эти два зеленых могли легко пробежать. Они сидели на центре. Они реально... Чего они ждали, непонятно. Команда у меня была, конечно, молодцы, ребята. Но под конец вот плохая игра началась. Синий нас обхитрили, пока мы убивали красных. И убили... Синий, получается, даже слили две команды. Но это... Конечно же, поражение. Это, конечно же, было немного обидно для меня лично. Но... Ну, не без поражения, дорогие друзья. Я выкладываю все. То есть и поражение, и победа. Это вполне нормально, я считаю. То есть... Я не из тех людей, которые снимают чисто на победу. Вот. Но в этом все, дорогие друзья. С вами был Демастер. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ну и для тех, кто постоянно спрашивает, какой IP. В описании мне оставляют реально его лень. Потому что я ленивая жала. Поэтому просто я вам его покажу. Вот. Вот такой вот IP-шник. Где-то gomhd.net Заходите туда и играете в Bad Wars. Вот. Вот их сервер. Тут рефреш, короче. 800 чекши сыграет. На этом все. Всем удачи. Всем пока, дорогие друзья.